Привет, мои взрослые и маленькие любители поготовить. С вами вновь Юрий Книжник. И сегодня мы с вами готовим весенний салат, весенний, летний, который называется табуле или табуле. Как ставить ударение до сих пор не понял? Потому что мне привычнее как-то и удобнее говорить табуле, но многие меня исправляют и говорят, что лучше говорить табуле. Короче, как всегда, твое вредное мнение, в каждом видео это говорю, не знаю, когда я закончу это, наверное, никогда. И этот салат, на самом деле, очень простой, но при этом очень классный и с изюминкой. В чем изюм, чем он отличается от обычного нашего овощного салата с огурцами, с помидорами? Во-первых, нарезка опять маленькая, да, кцат-кцат, по чуть-чуть. Вот. И еще дополняет все это большое количество зелени и мяты. Вот. Ну и вообще в Израиле очень любят добавлять салаты к крупу. Эта крупа называется кускус. Такая... Я очень тактильная, вы заметили? Вот. Крупа, кускус, я считаю, что вполне себе израильская крупа. Марокканцы очень любят. Значит, это на самом деле пшеница, крупно-помолото. Что мы делаем? Как всегда. В сторону разрезаем огурец пополам. Монужу с подолечек. Пока работаю с огурцами, вы же все знаете прекрасно. Расскажу, что мы будем делать с кускусом. Кускус – это крупа, которую не нужно варить. Не нужно. Многие спрашивают, что как варить кускус? А почему он у нас получился разваренный? Друзья, его не нужно варить. Все просто. Что мы делаем? Мы добавляем в него перец. Мы добавляем в него сольку. Зиру я засыпал в мельницу из-под перца. Вот. И теперь, тем самым, я могу ее измельчить и превратить ее в кумин. Да? Молотая зира – это кумин. Теперь мы все это дело должны залить кипятком и накрыть крышечкой. Да? И он сам распарится, разойдется. В общем, сейчас я вам покажу, как это все происходит. Значит, заливаем кипятком так, чтобы на 2 см покрыть наш кускус. Что мы делаем? Аккуратно все это перемешиваем. Вот. Еще иногда добавляют оливковое масло. Я считаю, что это не нужно, потому что оно все равно сплывет вверх. Так. Ну что? Кускус мы накрываем тарелочкой. Его же можно сейчас подсмотреть. Видите, он уже увеличился в объеме, уже впитался в воду, пока мы тут разговаривали. Ну, пускай дальше продолжает это дело. Иногда можно доливать туда воды. Знаете, что я еще забыл? Лук. Дайте мне лук. Такой вот спецэффектик. Отрезаем верх, отрезаем низ. Разрезаем его пополам. Вот. И дальше снимаем верхнюю рубашечку. Так, вот. Конечно же, лук. Мы же с вами кто? Для кого готовим? А вот, значит, как всегда, надрезики. Поворачиваем тупой стороной, чтобы не царапать доску, чтобы не тупить нож. Да, то есть, такой лайфхак. Так, когда мы так делаем, мы не царапаем доску, и пластик не попадает в нашу еду. Так, ну да ладно. Помидорки тоже нарезаем с вами кубичком. Что еще? Добавляем очередную изюминку в наш салат, чтобы он отличался от обычного нашего салата с огурцами и помидорами. Это будет лимон, но обычно мы что делаем? Мы берем, катаем его, выжимаем сок. Сейчас же мы что сделаем? Отрезаем четвертиночку. Аккуратно берем, вырезаем лимон. И знаете, в чем отличие? Мы будем нарезать наш лимон на кубик. Тоже кубик. То есть, обычно сок, а здесь кубик. И это добавляет, прям, знаете, попадают на зубы такие украпления лимона и становится прям кисленько, но приятно. Стараемся, чтобы косточки нам не попадались, потому что есть сорта лимонов, которые в косточке не очень полезны для человека. Ну, то есть, ты не отравишься, конечно, но это не суперполезно. Лимончик сюда. Проверяем, как тут наш кускус. О, смотрите, его количество увеличилось в двое. Знаете, за что я люблю крупы? За то, что получается всегда больше. Как понять, готов ли он? Вкус, это такой, на самом деле, доширак. Запарил, заварил и готово. То есть, можно даже в офисе, там, или где угодно. Из чайничка полить, огурчик, помидорчик. Вот вам почти салат табуле. Пробуем, чтобы он был не хрустящий, не аль денте. Аль денте он не должен быть. Что нам нужно еще? Оливковое масло. Сейчас мы заправим его и сюда. Ну и завершаем мы все тем, что добавляем сюда листики мяты. Значит, что мы делаем? Первое вот это соцветие красивое мы снимаем, чтобы потом украсить наш салат сверху. Это, конечно, не обязательно, но мы же с вами хотим красивую подачу. Саворачиваем все это в такую кубинскую сигару. Заворачиваем, чтобы было легко резать. Вот, получили вот такую трубочку и поехали. Прям свежо-свежо. Весной, а летом очень хорошо. Главное, просто, то есть простые продукты. Ничего лишнего. Добавляем сюда кускус, в который мы, конечно же, забыли добавить масло. Можно много, можно мало. То есть, как удобно. Как вы больше любите. Ну и все. Перемешиваем наш салат, добавив в него оливковое масло. Петрушечка. Короче, зелень в кошерных ресторанах и просто у соблюдающих людей подвергается особому контролю, потому что насекомые не кошерны, а они очень любят находиться в ней. Значит, что происходит? Сначала ее кладут в воду с солью, либо в воду со специальным средством, которое нейтрализует всяких этих насекомых, позволяет им со стебля соскальзывать. Вот. И дальше проверяют каждую веточку, каждый листочек, нет ли там никаких повреждений, насекомых, черных штучек, личинок и так далее. Проверяют, потом отправляют. Вот. Поэтому очень внимательно нужно к этому относиться. Перемешиваем наш салат. Попробуем на соль. Чуть-чуть сольки. Берем другую ложку, не той, которую мы пробовали, естественно. Все. Начинаем сервировать наше блюдо. Это все уходит в сторону. Можно использовать формовочный круг. У меня его что-то не нашлось. Вот. Поэтому я что делаю? Беру и салат аккуратно выкладываю сюда. Разравниваем, да? Трамбуем его, чтобы он аккуратно выложился. И теперь магия. Памс. Берем наше украшательство. Мятку. Берем долечку лимона. Прям такую хорошую. Можно добавить еще дольку помидорки. Так вот, хротичненько. Можно помидорку чуть-чуть присолить. Ну и все. Друзья мои, салат табуле готов. Вот он такой. Аккуратный, красивый, вкусно пахнущий. Ну что, друзья, наш салат готов. Я желаю вам приятного аппетита. Готовьте вместе с нами. Приходите пробовать его в шакшучную. Па-бам. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok